Тук-тук-тук, кто там? Ага, это твое любимое радио Футбол Майкл, твоя любимая волна ФМ. Я предлагаю всех подписаться на мой YouTube канал, кто до сих пор по каким-то причинам этого не сделал, потому что мы здесь часто собираемся, чтобы рассмотреть матчи Больших Чемпионатов и Еврокубков, выбрать высокий коэффициент, дать хорошую аналитику и мощный прогноз. Сейчас за таким из них мы отправимся во Францию, а точнее упоримся вообще в матче Туза-Брест. Многие мне скажут, футбол Майкл, брател, ты куда вообще полез-то, какая Тулуза, какой Брест, поплыл что ли? На самом деле, да, действительно, во Францию я заезжаю не часто, тем не менее, мы там можем периодически ловить хорошие коэффициенты, как мы уже не раз сделали, и сейчас я хочу попробовать еще раз. Итак, давайте смотреть, Тулуза глубоко-глубоко вообще по самые гланды осела на последнем месте. Команда проигрывает там 780 игр подряд, а точнее 9. Уволила своего тренера Антуана Камбуаре. Брест тоже, в общем-то, звезд с неба не хватает, идет в 5 очках от зоны вылета, и я тут на самом деле долго распыляться не буду, потому что я небольшой знаток вообще французского чемпионата, и его дна, скажем так, французского чемпионата, и таких команд, как там Тулуза и Брест, и их тактика, схем на игру и так далее. Поэтому я хотел бы здесь поговорить больше о футбольной психологии. Приход нового трения, это всегда новые эмоции, новый импульс для игроков, это возможность показать себя, и домашняя игра против команды, которую, в общем-то, можно и нужно обыгрывать, это отличный повод постараться во что бы то ни стало это сделать. Будет играть сегодня как последний раз. На праздниках, вернее, на наших праздниках, команды уже играли на кубок, Брест даже захватил кубок лиги. И, в общем-то, я буду здесь играть такую историю, как желтые карточки, потому что буки нам здесь дают высокий коэффициент, именно его я и хочу поймать. Команды далеко не самые грубые, но вот судья вполне себе очень дающий, с красивым именем, Хаким Бель Аль-Хадж, в общем, Хакимчик, мы в тебя верим сегодня, брателло. У него статистика больше четырех карточек за игру в этом сезоне, это высокие цифры. Букмейкеры нас дразнят коэффициентом 2.1 за 3.5 желтой карточки. Блин, ну я вот, честно говоря, даже поведусь на эту историю, наверное, да. Я на нее поведусь, я залезу здесь на больше трех с половиной желтой карточек, потому что считаю, что домашняя игра после стольких поражений с приходом нового трения даст новые эмоции, и сегодня будет такая игра от ножа обязательно. Да и Брест как бы не в шоколаде, чтобы играть спустя рукава. Поэтому заскакиваю здесь по шансам банка по всей истории на здоровый коэффициент 2.1, больше трех с половиной желтой карточки в матче Тулуза-Брест. Ё-моё, куда мы залезли? Ну посмотрим, куда нас приведет этот самый Тулузлотрек. А ты, дружище, еще раз подписывайся на канал, ставь там колокольчики, хуёльчики, в общем, все делай, ты это все знаешь. Share, comment, like, football, Mike, yes!